Третья книга царств, часть Библии Ветхого Завета в Септуагенте и в православном каноне, в еврейской Библии, а также в католическом и протестантском каноне соответствует первой книге царей, состоит из 22 глав, описывает события и истории Объединенного Израильского Царства, его разделение и затем по переменной истории Иудейского Израильского Царств. Эта книга начинается с повествования о том, как царь Давид состарился, вошел в преклоны элита, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться и элт-икты и нашли Ависа Гусу на Митянку и привели ее к царю. В длинном повествовании о царствовании Соломона прославляется его замечательная мудрость, богатство, а также великолепие его построек, в частности Иерусалимского храма. Здесь же эпизод с царицей Савской повествования о Гариме Соломона и о его отходе от Бога. Жены его склонились сердце его к иным богам и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями, ограничивается сохранением организации государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 году к разделению царства. Политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом.